После отъема и очень худая. Может не восстановилась, может даже сейчас. Каштан! Каштан! Ох и бедовый! Так, ну и просрай немножко, есть что показать. Продолжение следует... Друзья, всем привет! Я не просто так пришел к своему каштану. Сейчас будем пробовать. У меня свиномазка Машка не приходит в загул, хотя уже сегодня шестой день. И сейчас буду подпускать Машку, чтоб немного погуляла. Понюхала хряка, может загуляет. У меня перед этим было, она не гуляла, только его понюхала, сразу загуляла. Худенькая, хорошенькая, все нормально, не гуляет. Сейчас будем пробовать ее выпускать. Этих надо в станки загонять. Я не знаю, как это делать. Почему? Почему? Потому что... Давай, Маша, пошли. Не знаю, как делать, как их перегонять в станок. У меня сегодня выбежало две свиньи. Каштан, давай уже доедай. Маша, заходь туда. Давай, Маша, до него. О, а ну, а ну. Ребятня, на что вы способны? Каштан, хорош уже с ты мы этим, с кипком и давай потом доедаешь. Маша, а то ж не трогай ее арбузик. Это он за арбуз так. Сейчас он доед и разберется с тобой, гуляешь ты или не гуляешь. Так, Машка-то, судя по петли, то она не гуляет. Ну, стрессануть надо по-любому. Стрессануть, чтоб да-да, не-не, и все, и назад ее в клетку. Да, Машенька? Не-не-не, и опять еще раз не. Ася, все нормально. Не переживай, Асютка. Боря тоже тут на чеку, все на чеку. Вот так, молодец Аська. Так, Машка не гуляет, и я думаю, надо ее назад возвращать. Каштан! Ох, зараза! Ах ты ж, ты заразюка! Каштан! Ох, дам! Ох, зараза! Че ты обижаешь? Давай, Маша, на выход! Каштан за еду! Давай на выход, Машуля, пошла! Давай! Все, нагулялась! Не в загуле! Маша! О, а то хорошо! Ну, короче, сейчас она чуть-чуть пробежится, побегает, чуть-чуть стрессанет, надеюсь, может завтра. Это по одной, по одной, пока сегодня глухарь полный. Сейчас будем пробовать и другую тоже самое. Вот, загнал ее веником. Ух, зараза! Все, она сейчас стрессанула немного, хряка почуя его, понюхала. Сегодня вечером ей дам половину пайки ее, и думаю, может быть, завтра загулять. Ну, она-то по-любому загуляет, только неизвестно когда. А этих мне надо переводить туда, в новый сарай, у станки. Вот этих, вот эту, вот эту и еще одну. Это все в один день должны поразиться. О, набегалось все. Этих будем переводить туда. Ну, не сейчас, не в этом ролику. Вот так. Так, друзья, еще одна дюрчиха, кукла. Я ее думал убирать. Она линяет. Вот это она линяет ее. Сестра рыжка уже полиняла сейчас новой, новой шерстью обрастает. А эта только сейчас начала линять. Давай, пошли, 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 пошли. До хрячка понюхаем хрячка. Узнаем, что ты с собой представляешь. Каштан, давай, пробуй ты тут. Давай эту к тебе. Давай, Каштан, на выход. Каштанчик, давай на выход сюда. Каштан, я тут, сюда. Камон, камон, бэйби, камон. Камон, Каштанчик. Сейчас она сюда подойдет. Их тоже стрессануть, понюхать. Я давал им нюхать тряпку терок каштана. И каштана отходы тоже им бросал вчера еще утром. Но безрезультатно. Каштанчик, красавчик ты наш. Так, ну давайте. Встреча у вас будет или... Так! Эй! Кукляша, пошли сюда. Давай, куколка, сюда. Пошли сюда. Давай, тут кабанчик. А ну, а ну. О! А ну. А ну. Хвостика за дыра. Ага. Тоже сейчас повыделывает немного. Вот Каштана выпускай, как лапку. Ходит спокойно, пасется травку, как козлик. Травку жует. Не роет ямы, ничего. А эти ж... А, та уже походу. А, та домой забежала. Эта свиноматка тоже после отъема. В один день с Машкой. Каштан чем хорош, потому что он Петре не такой, как все Петре на коротконожке. Он кроет больших свиноматок. У него проблема маленькую покрыть. А большую он кроет на ура. А маленькую он высоко стреляет на спину. Надо помучаться, если вот так. Ну, ничего нет невозможного, я вам так скажу. Ну, видно, что Каштан за ней не бегает. Тоже она сейчас не в загуле. Но петля увеличена. Так. Пока тихо. Вот это уже начинается. Вот это начинается после стрессовое состояние. Вот это сейчас она... До завтра уже я вижу по ней. Завтра она будет готова. Готова. Вы готовы уже давно. Поэтому вот так. Так. Братва. Не стреляйте друг с друга. Так. Эту тогда загоняем назад. Дела, я смотрю, не будет. А ну. Не. Дела не будет. Хотя петля в предзагульном состоянии. Так. Кукляшку загнали. Пошли, Каштанчик. Давай. Тоже домой. Давай, пошли. Пошли. Давай, 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 давай. Пошли. Пошли, Каштан. Давай. Пошли. Давай, давай. Сюда, сюда, сюда. Сюда. И вот так. Такими манипуляциями переводим, куда нам надо. Давай, хороший парень. Пошли. Давай, сюда, сюда. Не готова, не та. Но завтра, я думаю, уже у тебя будет Каштан. Давай, туда, туда. Завтра уже будет праздник. Туда. Вот зараза не хочет. Давай. Так, Каштан, давай до дома. Давай. Давай, давай, давай. Все. Пошли. Хороший парень. Вот так переводится Каштан. Вот так выпускаются свиноматки. И таким путем все на своих местах. Кипиша особо не было. Вот так я делаю профилактику. Сейчас открою здесь, чтобы не жарко было. И все. Насчет сарая. Тут я, получается, в кабинете эти так и не сделал. Верхние крышки. Так они стоят, буду обклеивать. Рыбок еще не запустил. Это что касается самого кабинета. Котельня надо разбирать и тоже начинать монтировать котел. По самому сараю мы покрасили. Красил сын Богдан, жена Виктория и я. Это мы покрасили и дня за три поклеили полностью потолок. Потолок клеили получается, называется, если по правильному декоративная плитка. Ну, короче, пенопласт 50 на 50, один квадратик. Толщина 0,5-0,6 миллиметра. Брал потолок недорого. 23 гривна квадратный метр на Барабашова. Если брать красивый, я хотел какой-то взять там коричневый, но такой потемней, а не по 40 гривен. Я взял самый-самый-самый дешевый. По 23 гривна квадрат. Это под покраску. То есть, это хороший вариант, являющийся хорошей шумоизоляцией, теплоизоляцией, гидропароизоляцией. Пенопласт не боится ни конденсата, ни сырости, ничего не пропускает. Поэтому, все мое ОСБ защищено. Единственное, что такого объема именно не было, вот таких квадратиков, кое-где нормально, кое-где углы замяты, ну то есть, не совсем качественно. Но я брал с целью сразу поклеить и два раза закатать эмульсионкой для наружных работ. Два раза. Той, которая моется. Но, когда поклеил, уже подумал, зачем я буду в этом году красить. Когда оно там немного потеряет вид, там муха, то все. И я спокойно на следующий год покрашу. И можно каждый год обновлять, красить. Вот чем он меня и подкупил, такой потолок. И, во-вторых, у меня получается, вон тот маленький сарай, там у меня потолок с пенопласта. Уже два года. Один пенопласт. И меня устраивает. Конденсата не боится, ничего не боится. то есть. Поэтому я так и скрыл само USB. USB у меня защищенно. К нему никак не может подойти ни сырость, ни влага, ни конденсат. И потом вскроем пару раз, хорошую пленочку наложим, тогда вообще будет супер. Но то уже на следующий год. Так. Все станки мы покрасили. И все у нас готово. И станки подаваривали в кучу. Сейчас их, просто думаю засниму и буду сейчас их анкерить. Здесь до анкеров надо еще приварить 4 пластинки на поданкер. Так как вот здесь мы сделали пластинки везде. Ну и там так, а здесь забыли. Все станки я собрал. Корыто хоть прыгай на них, хоть скачи. Станок получается такой крепкий, мощный и надежный. Поговорил с Сергеем Стрелецким. У него есть канал, так и называется, с Сергеем Стрелецким. Посоветовались. Я узнал какие у него шириной. И я сделал, они заводские идут 60 сантиметров шириной. Но у меня есть и большие свиноматки, поэтому я и расширил, сделал по 70 сантиметров. Вот этот 70 сантиметров шириной, это самый длинный. Этот 70, этот короче на 10 сантиметров. И тот 70, он такой как и этот. А эти два соберу длину сантиметров на 30 расширю, чтобы были длиной два двадцать, два тридцать, чтобы был станок. И вот я так с Сергеем Стрелецким поговорил, и вот решил чуть расширить. И вообще, благодаря Сергею Стрелецкому каналу про свиноводство, я много чего оттуда, с самого начала, как открывал канал, подчерпал для себя. И сейчас все, что мне интересно, у него узнаю. И благодаря его каналу, его занятию, его, так сказать, опыту, принимаю. И так само, что мне надо, узнаю. то есть, познавательный канал, спасибо ему, что он есть. Все, что у меня, то есть, все, что я знаю, это все, беру в основном у него информацию. Ну и также, Юра Фермагров, это непосредственно, там уже такие, более глобальные там, если про болезни, там еще какие-то проблемы, то тоже, быстро вопрос решает, знания у него не отнимать. Эти две клетки, вот это, и это, я побелил, и тоже готово для запуска. Короче, вот так, что есть, то показываю, на каком я сейчас этапе. И будем пробовать запускать. Сейчас покрашу станки, а завтра, или послезавтра, начну пробовать загонять. Загонять не так просто, у меня выбежало пару свиноматок, и я, я думал загнать, думаю, или сюда, или туда. не так легко, это надо бегать. Они у меня все поросные, и надо аккуратно с ними, поэтому не знаю, как буду переводить, и как ролик, что они идут сами, заходят в этот сарай, это сто процентов, такой не получится. Поэтому, вот на каком, кто спрашивал канализации, вон там идет труба, под плиткой труба, и там где бойня, у нас идет канализация. Так само здесь. Вот так как внутри получается, оцинковку не стал красить, здесь положу плитку, и газоблок тоже плитку, и так же само там. И вот так все станочки у нас получились. Вот так. И там еще поставлю станки, все, выкрасим. И что хорошо, что потолок, я могу каждый год, там, белым покрасить, коричневым кофе, да любым, взял эмульсионку, красители, любым закатывать. Это как, побелкой каждый год обновлять, допустим, в старом доме, белят потолок, и все каждый год. Так само и здесь. Вот это для меня самое главное. Так что, вот такие квадратики. Это я, как бы, у меня было пару вариантов, а цена этих квадратиков 23 гривна квадрат, а если брать утеплитель с отражателем, то есть, вот тут подложку под ламинат, там она стоит, вот, по-моему, 13 или 14 гривен метр. Ну, то есть там, несущественная разница, просто это долговечная, а там за два года фольга теряет свое свойство, то отпадает, темнеет, чернеет и, ну, то есть, свои минусов там много. У меня есть и такой потолок в другом сарае с отражателем, его уже надо убирать, не прошло и два года, надо менять. Ну, а тут я же не буду бегать, менять. И купил я трубки, паяльник, кусачки для трубы, все вот эти сгонки, все надо попаять, повесить бак и сделать, вот здесь бак и сделать разводку. А тут она пойдет поверху трубы и в каждую клетку опускаться. Я думаю, денек второй, я это все сделаю. Ну, вот пришел тот час, то время, как мы закончили сарай. сетки москитные есть, надо набить, я купил сегодня сетку, понабиваю на все окна, сетки москитные и сетки москитные на все вытяжки. Вытяжки надо обрезать аккуратно, все лишнее, оккультурить. Ну, то уже когда они будут здесь, я тут спокойно могу делать освещение, также вот эти все мелкие работы. Вот так, друзья. Так что всем спасибо за внимание. Буду держать в курсе. Первое. У меня есть А я изучаю predictions которые в курсе. Вот эти классики. И вот этот креслий, несколько Popeyeой. Это основ'sarbeit, vaakый головой. ХорошоWORKW банк. В панец Аклассники Ппase Cat Sole Cancer Quick